Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В прокуратуре состоялось совещание рабочей группы по соблюдению экологического баланса в природном заповеднике «Большой Утриш» и сохранению уникальной природы нашего благодатного региона. В состав рабочей группы при прокуроре вошли представители общественности, экологи, представители отдела Роспотребнадзор и Росприроднадзор, лесничество, начальник отдела МВД Андрей Терехин и первый заместитель главы администрации города Светлана Яровая. Необходимость заседания такого представительного органа была вызвана серьезным прецедентом игнорирования ряда законодательных актов, регламентирующих строительство в заповедной зоне. Несмотря на все законные требования прекратить самострой в заповедной территории, застройщик только цинично ускоряет темпы работ. Поэтому, имея все полномочия для контроля за нарушениями закона, межрайонный прокурор Максим Злобин на заседании рабочей группы высказал свою позицию по поводу утрижского беспредела совершенно определенным и четким образом. Основной проблемой является, конечно, безнаказанность и абсолютно игнорирование требований закона со стороны собственников и застройщиков. Все мы знаем, что собственниками данного земельного участка на момент нарушения права являлся Стародубцев Александр Владимирович, являющийся сыном председателя районного суда Стародубцева Владимира Петровича и его супруга. Естественно, все понимают, граждане, общественность, экологи, что уреза воды застраивать с нарушением всех требований градостроительного экологического законодательства не может никто. А если уже ни для кого не секрет, что эту стройку ведет как раз человек, наделенный властью, спрашивать за нарушения по закону? Мы будем ходатайствовать об отводе всего состава суда. Более того, будем просить руководство краевого суда изменить подсудность по данным исковым заявлениям и административным делам, чтобы они были рассмотрены объективно. Предлагаю сейчас обсудить объем проблемы по большому трешу. Пятно застройки 100%, я так понимаю, залито бетоном фактически пляжная территория, вырублены краснокнижные деревья, данные факты зафиксированы, материалы о возбуждении уголовного дела за незаконную порубку деревьев направлены в отдел внутренних дел. Я думаю, что решение будет принято незамедлительно. Обеспечительные меры администрации принимаются. Свою позицию высказали и экологи. Факт того, что, конечно, там будут еще сточные воды, и их куда-то нужно будет девать, если вот эта хозяйственная деятельность начнется. А опыт показывает, что часто таким образом производится септики, что происходит фильтрация. И поскольку там очень близко урез воды находится от строящегося объекта, то эта фильтрация будет попадать в зоны купания. В Анапе уже давно назрела необходимость, в общем-то, вспомнить о том, что мы не просто являемся какой-то рядовой территорией муниципального образования, но и территорией федерального курорта, где существует округ санитарной охраны курорта. Важно, чтобы те наши службы, которые дают эти документы разрешительные, скажем, правильные архитектуры без строительства на строительство объекта, в общем-то, чтобы они учитывали данные нормативные документы. Потому что, в общем-то, если объект находится в границах первой зоны, то, естественно, он не может, так сказать, там размещаться. На заседании рабочей группы было отмечено, что и на Утрише, и в городе в целом этот случай не единичный. Когда заявляют стройку как ИЖС или упоминают легкие конструкции, а строят потом многоэтажные гостиницы. Поэтому первый заместитель главы администрации города приняла решение. Вновь принято решение с завтрашнего дня управление муниципального контроля, архитектуры, если будет недостаточно, иные службы администрации. Составляем реестр выданных за 2013-2014 год разрешений на ИЖС. Начинаем все эти дела, дальше СУКО, СУПСЕХ. То есть мы, если работали точечно, по заявлениям, по плановым проверкам, то это такая сплошная пройдет ревизия. И прямо на месте будут составляться материалы. Тут же будет готовиться постановление о отмене разрешений на строительство. И данные материалы будут передаваться в прокуратуру. Начальник УВД подчеркнул, что черным риэлторам, продающим квартиры в домах-самостроях, развернуться не дадут, и каждый такой факт придадут гласности. Риэлтор был задержан за продажу двух вот этих квартир незаконным самостроем. И вот итог заседания рабочей группы. По моему мнению совершенно, я думаю, которое разделяют все здесь присутствующие, это вызов. А на вызовы общество должно и правоохранительная система отвечать всеми возможными правовыми способами. Мы будем следить за развитием событий на Большом Утрише. А пока переходим к другим темам. Благоустройство в городе, курортному сезону и не только. В сквере у здания администрации работники предприятия «Зеленстрой» приступили к озеленению газонов. Растилают рулоны газонной травы. Треть гектара газонов у здания администрации застилают газонной травой. 15 человек работают в бригаде предприятия «Зеленстрой». Растилают траву из рулонов. Пока трава сухая, серая, но через несколько дней приживется на газоне и даст ровное зеленое покрытие на всей площади. Завершить работы по озеленению газонов планируют к концу этой недели. На клубах уже высадили 14 тысяч виол. Большинство сортов анютиных глазок, так их называют в народе, светолюбивые растения, поэтому сажают их там, где много солнца. Но виолы неплохо переносят и полутень. Неприхатливые цветы выдерживают и низкие температуры, и прямые лучи южного солнца. Пока идут работы по благоустройству, но анапчане уже приходят на прогулку к зданию администрации, потому что уже красиво. В администрации города прошло заседание Координационного совета с руководителями органов территориального общественного самоуправления. Заместителями мэра Анапы общественники обсудили решение самых актуальных проблем горожан и жителей сельских округов. Исполняющая обязанности начальника отдела по связям с общественностью Ольга Попова отчиталась о работе органов территориального общественного самоуправления. Анапские ТОСы, лучшие на Кубани, заняли первые места в краевых конкурсах. После отчета перешли к обсуждению дел насущных. Один из самых наболевших вопросов – жилищно-коммунальное хозяйство и оплата мусора управляющим компаниям. По законодательству администрация не всегда имеет право вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность управляющих компаний. Но оказывать содействие населению, подсказывать, оформлять правовые документы при необходимости, вплоть до исковых, мы готовы и будем. Решили вопрос по четырем мусорным площадкам. Сотрудники предприятия «Коммунальщик» убрали контейнеры с территории общего пользования во дворы. В результате на площадках образовались стихийные свалки. Сотрудники ЖКХ перенесли контейнеры на прежние места. Проблема с мусором в Анапе опять стала остро. Та ситуация, которая сложилась сегодня в Анапе, она связана с определенным монополизмом в этой отрасли. Я допускаю такую ситуацию, что все-таки зайдут со стороны. И будет определенное соревнование, будет видно качество. Изменения в лучшую сторону в городе заметны. В ближайшее время начнется благоустройство улицы Стахановской. Там будет новый тротуар и аллея. На пересечении улиц Астраханская, Владимирской и Вореховой рощи построят фонтаны. На набережной к 1 мая установят новые скамейки, изменится центр города. В районе верхней набережной от отеля «Капитан» до парк-отеля запретили прокат автомобилей для детей. Это правило будет действовать и в центре города. Вот эти маленькие машинки, которые есть у нас, постановлением главы запрещено использовать их на театральной площади. То есть мы больше в этом году не рассматривали их, не выставляли на аукцион. Всекубанский субботник в Анапе пройдет 26 апреля. Жители города и сельских округов будут очищать от мусора придомовые территории и примут участие в озеленении города. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого датского сказочника Андерсона, весь мир отмечает Международный день детской книги. В Анапской детско-юношеской библиотеке этот праздник отметили учащиеся школы номер 2 и сказочник и поэт Владимир Сопрыкин. Владимир Сопрыкин за 18 лет творчества выпустил 18 сборников. Готовятся к выпуску еще две книги. Это сборник познавательных рассказов Кикимора и стихов для детей, которые издатели предложили проиллюстрировать самим детям. Об условиях конкурса и многом другом автор рассказал детям. Тот, кто заходит на сайт издательства Союза писателей, участвует в форуме, обсуждает произведения авторов, которые пишут для детей. А в этом году вышло уже три сборника для детей «Новые сказки». И они находятся в интернет-магазине этого издательства. А издательский дом «Сереброслов» принял решение в этом году издать мою новую книгу стихов для детей. Для этого они объявили первый международный конкурс детского рисунка. На слова Владимира Сопрыкина написано много детских песенок. Одну из них «Почемучка» исполнил Саша Тимофеев. Он занимается вокалом в Центре детского творчества под руководством композитора и педагога Людмилы Куликовой. А у кошки-мурки семеро хотят, у собаки-жучки пятеро щнят. Серый и черный даже из бладин. Почему мама с папой только один? Папа-па-па! Организаторы встречи, сотрудники библиотеки, знакомили ребят с новинками книжных полок. Читали им новые стихи, сказки, чтобы те ребятишки стали не гостями, а завсегдатаями библиотеки. У меня любимая книжка «Денискины рассказы». Мне нравится там Дениска и Мишка, там в них разные смешные истории происходят. Я думаю, что книжки учат доброте, иногда могут такой вопрос задать, а ты сможешь ответить. Развивание речи. У меня две больших книжки, толстых, Николая Носова, и там очень много рассказов. Мне понравились все рассказы. Мне кажется, книжка, она учит чему-то умному, она дает как бы помогать выходить из ситуации и помогать друзьям. Филиал номер один детской юношеской библиотеки, где проходила встреча поэта со школьниками, решил не ограничиться празднованием Дня рождения Андерсона и Международного дня книги, а посвятить этому событию целую неделю. Это хороший повод пропагандировать книгу и прививать любовь к чтению. 1 апреля участники международной велогонки Гран-при Сочи финишировали в Анапе. Завершился очередной этап гонки. В этом году соревнования проходят в юбилейный 60-й раз. Впервые велогонка состоялась 5 апреля 1954 года. Тогда она называлась Всесоюзная весенняя сочинская многодневная велогонка. О том, как изменилась гонка за 60 лет, расскажем прямо сейчас. Велогонщики проехали более 180 километров. На трех промежуточных финишах определились лидеры. На отметке 15 километров до финиша вперед вырвались 7 участников. С отрывом в 2,5 минуты два представителя команды «Росвело» пришли первыми. Победитель этапа Сергей Логутин. Велосипедным спортом занимается 11 лет. Главная цель спортсмена – войти в состав сборной команды России и поехать на Олимпийские игры. Самое трудное, наверное, было с самого начала, когда все гонщики были достаточно свежие, все рвались вперед, были участки с разбитой дорогой, боковой ветер, но это было, наверное, самое сложное – оказаться впереди в нужный момент. Там, наоборот, уже адреналин, азарт, ты уже включаешься подовсю и усталости не чувствуешь. Последние 5 километров мы просто летели уже, ощущая вкус победы, насколько это важно для нашей команды. Борьба за награды разыгралась нешуточная. Виталий Буц из Украины – победитель велогонки в 2013 году. На этом этапе третий, хотя на первом промежуточном финише в Крымске был в лидерах. Виталий Буц получил специальный приз. Я приехал сюда побеждать, если честно. Но сегодня тяжелый был день, и команда «Росвело» сложно работала, и у них все получилось. Огромное спасибо и ребятам моим, которые тоже меня поддерживали. Ну, оказался я один в итоге. Ну, ничего, гонка – это раз на раз не приходится, завтра будет еще один. После официальной церемонии прошло еще одно награждение. Самый активный гонщик получил фиолетовую майку. Майка зеленого цвета – отличие горного короля у спортсмена, показавшего лучший результат в горной местности. А желтая – у лидера в общем командном зачете. Все победы участников – дополнительные очки в копилке команды. Нам очень нужны очки. Международные гонки на территории Российской Федерации, кроме спортивных задач, имеют еще и тактические, потому что здесь, в рамках международных гонок, наши спортсмены зарабатывают необходимые для отбора на чемпионат мира очки. В составе команд победители и призеры чемпионатов мира, обладатели Кубков мира. Шоссейные гонки велосипедисты считают королевской дистанцией велогонок. Она объединяет спортсменов, которые занимаются трековыми горными гонками, маунтинбайком. Мы привыкли уже здесь к очень профессиональному, я бы так сказал, приему. И поэтому, может быть и поэтому, скорее всего, поэтому организаторы доверили Анапе большую часть, добрую половину, даже большую часть всей многодневной гонки. Три из пяти этапов велогонки пройдут в Анапе. В течение шести дней 138 велогонщиков из 23 команд разыграют призовой фонд 28245 евро. По дорогам Анапы проедут велосипедисты из России, Норвегии, Латвии, Украины, Казахстана, Австрии, Белоруссии и Словакии. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 3 апреля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 4,8, ночью до плюс 2 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова